В 7-литровых, если можно, почитать, ну, ведёрков 5. А если больших вот таких 7-литровых, 12, то может хватит и одного. Вот уже в течение трёх лет, как только начинается время гололёда, Артём Марченко после уроков берёт мешок песка и идёт на этот мост. Зимой, особенно во время снегопадов, деревянная конструкция, которая соединяет две улицы, превращается в опасный аттракцион. Откуда многим прямая дорога в травматологию с вывихом или переломом. Чтобы помочь соседям, Артём и берётся за лопату. Мастерит ступеньки на спусках, посыпает опасные участки песком. Три года назад я увидел, как пожилые люди спускаются от той стороне, идут они в баню. Если занята левая рука, правая рука, сумка, потом палочка, и некогда держаться за перила. Родители падали, сколько раз сошли с работы бабушки, дедушки. Очень жалко на это смотреть, когда ломают руки, ноги на этом мосту. О необычном занятии Артёма знает вся школа. Ребята помладше даже предлагают юноше свою помощь. Но он отказывается. Говорит, пока справляется своими силами. Жители микрорайона тоже благодарны мальчику, но всё же считает, это не его работа. Это, конечно, очень плохо, что наши службы не работают, потому что в прошлом году я тоже знаю, что мужчина посыпал песком, поэтому это неправильно. Тем не менее, ремонтировать этот мост жителям тоже приходится самостоятельно. Где-то приколотить, где-то поменять сгнившие доски. Артём говорит, проще сделать самим, а не ждать милости от коммунальных служб. Летом, например, под окнами многоквартирного дома он сам косит траву. Теперь ещё подумывает привести в порядок площадку, где стоит контейнер для отходов. Его содержимое вывозят вовремя, а вот то, что лежит рядом, не забирают. И мусор разлетается по улицам.